До тех пор, пока эксплуатируется, что Америка знамы, а конечно Россия против Америки это ничто, это ничтожество. Несмотря на то, что в данном случае речь идет об откровенной спекуляции на американской мощи, нам все же с этим надо считаться. И мы оказались на правильной стороне, у нас очень хороший хозяин. Хозяин у нас очень хороший, он очень мощный хозяин. Мы выбрали правильную сторону историческую. И в этом плане те же укропатриоты на данный момент все же правы. Ведь даже опыт того же Китая показывает, что мы могли бы быть значительно мощнее и той же нынешней Америки. И именно по своей собственной вине мы не реализовали в полном объеме имевшийся у нас потенциал. Вот это еще висит. Ну, прямо цивилизация и варварство, да, то есть кто принадлежит Европе, а кто азиатам. И пожалуй не стоит именно так упрощать эту проблему. Я думаю, что в экономическое чудо уже никто не верит. Вот это уже сдохло, да. Конечно же это не так. А если бы это было так, то это было бы очень печально именно для нас. Ведь речь идет о том, что мы все, конечно же, верим в чудо сталинской индустриализации. И именно с учетом в полном объеме человеческого фактора. Хотя бы и так же, как в нынешнем Китае. Вот я думаю, что все держится на двух идеологических гвоздях. Да нет же. Все сводится к одному. К переходу к такому общественному устройству, где не было бы кредитно-финансового рабства. В том числе и на международном уровне. К такому устройству, зачатки которого были в СССР, но чрезмерная заорганизованность и игнорирование подлинного самоуправления не позволили раскрыться им в полном объеме. Америка и весь западный мир с нами. И, конечно, Россия сопля против такого мощного хозяина. Именно поэтому сложилась вот такая ситуация. Причем так же из-за все еще имеющего места игнорирования подлинного самоуправления и излишней заорганизованности властей. Вот. А второе, что, ну все-таки нас признали. Ну вот без виз дали. Еще раз. Это наша вина, что к нам не рвутся люди. Речь идет именно о тех, которые рвутся сейчас на Запад. Значит, нас признали же цивилизованными, правда? А этим не дают. Значит, они все-таки варвары. Что ж поделаешь, люди склонны к поверхностным суждениям. А как долго это будет работать и какие шансы есть, что она немножко расшатается от картины? Я думаю, что все это зависит в первую очередь именно от нас. Вот как следовало бы ответить на вопрос Прилепина-Куликову. Но последовало вот что. Я думаю, что это и вообще очень многое, Захар, зависит сейчас от скорости процессов деградации. Деградации? Не даже на Украине, а на Западе. То есть Куликов нам предлагает делать ставку на чужого дядю? Вот то, что начало происходить с Брекзитами, Трампами, то, что происходит в финансовой системе. Там катастрофа, реально. А если они справятся с этой катастрофой, которая, кстати, бьет и по нам? То есть они держат это в Европе и в Америке? Может быть, уже не смогут? А если смогут? Никто не знает, в какой момент не смогут это удержать, да? Никто ничего о будущем не знает. Поэтому все зависит от скорости деградации западного мира. Приехали. С такими подходами мы жили бы до сих пор при натуральном хозяйстве. Действительно, советский проект был цивилизационным локомотивом. Как тот же капиталистический проект, причем именно с воздушными банковскими кредитами, которые и позволили в полном объеме реализовать суть капитализма, а именно предельно доступный кредит, так как не жалко было кредитовать будущий труд ничего не стоящими воздушными кредитами. При том, что он был реализован в условиях войны, отсталости стартовой после гражданской войны невероятной и так далее, и так далее. Но и из-за упоминавшейся уже излишней заорганизованности и недооценки подлинного самоуправления. Поэтому он получился такой проблемный. Но цивилизационно это точно был локомотив. И вот как раз к этой роли локомотива мы до сих пор никак не можем прийти. К продолжению борьбы с кредитно-денежным рабством. Чего больше всего как раз и опасается Запад. Но борьбы уже не силовой, а конкурентной. Пусть даже и в рамках гонки вооружений. В сегодняшней России нет такого ощущения, что он все под контролем? В том смысле что? Это страшная фраза в управленческих системах. Когда тебе сообщают в управленческой системе, у нас все под контролем. Чего никогда, конечно же, не бывает. Можете пойти на рыбалку. Считай, что все. Конец в принципе. Так все же, как у нас обстоят сейчас дела? Я не знаю, что происходит в финансо-экономическом блоке. И даже я не столько там шпиономанией бы какой-то страдал. Действительно, дело, конечно же, не в этом. Что эти люди, там, гиберальная концепция, они просто не знают, что делать. Вот это верно. Я по большому счету скажу, Захар, я думаю, что практически никто не знает, что делать реально с экономикой. Но это, конечно же, не так. Не только у нас. А это уже откровенная глупость. Мы очень хотим, чтобы, допустим, крах всей мировой системы возложили на нас. Нам уж точно не нужен никакой крах. Так, не совсем понятно, о чем идет речь. Ну вот вы русские, вели обеспеченный рубль, и все бахнуло. Мы даже под обломками не хотим оказаться. Не хотим, понимаете? Естественно. Ну я немножко, ну я только немножко утрирую, да? Слава богу. Я, конечно, понимаю, что наш там экономический блок, он действительно принадлежит идеологии либеральной. Но главная проблема не в этом. Почему же? Потому что в так называемом патриотическом экономическом блоке, с моей точки зрения, ненамного больше знания о том, что делать. Да, это так. Вот. И вот это действительно у нас проблемная зона. Действительно это так. И она связана не с такими вещами, как управленческие решения неправильные, а с реальным незнанием. С незнанием или с вполне осознанным игнорированием истории. Может, в мире вообще никто не знает сейчас? Думаю, что да. Еще раз. Глупость это несусветное. Я сказал очень точную вещь. Я, на самом деле, если вот так в предел выходить, то я так считаю, что в мире никто не знает, что делать. Никто ничего не знает, а между тем посмотрите, как абсолютно все власти, да и значительная часть населения борются против инициативной денежной взаимопомощи населения. Да и вообще против тех же финансовых пирамид. Не знают, а борются. И все это же не просто так. При том, что все достижения пресловутого цивилизованного сообщества основаны как раз на банковских воздушных финансовых пирамидах. Отличие в одном. Мы можем себе позволить признаваться в этом, а сверхлюди не могут. Нет, и мы в этом от цивилизованного вот этого самого сообщества не отличаемся. Причем в условиях, когда они лукаво, все эти пирамиды как раз и используют в своих интересах. Не могут сверхлюди признаться, что они не знают, понимаешь? Да знают, по крайней мере, некоторые из них все. Поэтому-то у нас и был в первую очередь разгромлен Сбербанк СССР со своего рода общим котлом вкладчиков. Куда и возвращались в СССР воздушные кредиты в виде живых денег, а не в карман банкиров, как это делается сейчас на Западе. Да и у нас. Что мне точно удалось спрогнозировать, есть свидетели, что кризис первый, серьезный, западный, придется на 2008-2009 год. Да, в этом плане можно порадоваться за Куликова, но не об этом же сейчас идет речь. Они просто залили это все деньгами. А ведь это же еще одна подсказка в том плане, что нам делать. И именно в плане возобновления сталинской индустриализации, но уже в нынешних демократических условиях. И именно с организацией внедрения абсолютно всех изобретений и подобных им ноу-хау, которые у нас накопились в огромном количестве еще с советских времен. И конечно же с использованием денег, подобных безналичным рублям СССР. Я думаю, решение донбасского и украинского или экс-украинского кризиса будет определяться вот этими процессами. А именно наращиванием масштабов использования воздушных кредитов, но не банкирами, а самими вкладчиками, объединенными даже в существующих коммерческих банках общими котлами вкладчиков и действующими в рамках инициативной денежной взаимопомощи населения. То есть на основе того, чего боятся абсолютно все власти, даже, к сожалению, и непризнанных республик.